Всех приветствую! Смотрите кто у меня со мной тут сидит. Я не знала что делать с волосами, просто забрала гурьку на поверх влажных волос, чтобы потом мне будет непонятно что на волосах. Единственное, я не совсем понимаю как происходит светопередача, потому что я снимаю сейчас именно на блоговой камеру и плюс за счет того что по периметру по периметру всего номера такие вот обои фуксия и за счет этого может быть подчеркнута вся краснота и совсем неверно так светопередача кожи лица. Сейчас хочу делать макияж. Макияж конкретно здесь в боку у меня отличается от макияжа, который допустим я делаю в той же самой Турции, потому что здесь такие ветра и у меня кожа здесь более такая сухая и хотя у меня как бы комбинированного типа кожи, склонно к жирности, но здесь прям есть какие-то такие шелушения и хочется что-то такое более, скажем, впитательной, с более впитательной текстурой. То есть я уже все умылась, все нанесла свой уход и сейчас просто я сегодня хочу в качестве тонального крема использовать такой вот CC крем от Юр. Здесь уже есть SPS 50, плюс он именно CC, такой сначала он получается беленький. Далее когда я его распределю, он получается подстроится под мой оттенок кожи, но это у меня оттенок light, самый светлый. Он, скажем, более такой увлажняющий, хотя даже для моей комбинированной склонной к жирности кожи она очень хорошо смотрится на коже, мне нравится. Так вот она моя косметичка под халатик. Вот эти странные звуки, это шейный носик. Вот, но перед этим я хочу нанести все же консилер. Сейчас я хочу открыть новый консилер от Clorance. Они как-то убирали этот Clorance Instant Concealer по кузатике, которые заменяли его на более удлиненный, потом вот они в том году как раз снова выпустили, то есть новый запуск. Вот я его сейчас хочу открыть, это у меня 0,2 оттенок. Clorance. Я очень люблю этот консилер и рада, что они снова начали выпускать этот консилер. Сейчас в качестве зеркала, наверное, возьму палетку. Здесь удобное зеркало. Открываю. Вот эта красная крышечка. Сразу отлеплю этот момент. Он более такой, 0,2 более такой тепленький оттенок, потемнее, но именно для синячков очень хорошо работает. Я прям пальчиком его так распределяю. И еще, наверное, здесь камеры не со всем передают. Здесь упаку меня очень сильно обсыпало. Я не могла понять, от чего меня здесь сыплет. Я даже сейчас не могу понять. Возможно, реакции в моей коже на воду, на, скажем, современную погоду, потому что здесь более ветреная погода. Потому что сладкое я здесь не ем. А в счет того, что в Турции у меня в хорошем состоянии была кожа, а сладкое я там ем в большом количестве. А здесь вообще не ем. А прыщи возникают и возникают. Немножко, так скажем, синячок перекрыла. Если говорить про погоду здесь, мы приехали в январь в упаку. Первый день была хорошая погода, прям солнечная, даже было жарко. Ну, конечно, холоднее, чем в Турции. Ну, чем донезли. Но потом начались холода такие, что я даже купила себе шапку, я так мерзла. Мы даже застали мокрый снег, но за пару дней, до того, как мы пролетели, здесь выпадал прям снег. Я не знаю, сколько сантиметров, но прям здесь еще был такой снежный, я смотрела фото и видео. Так, наношу. Сиси-крем. Его можно лучше распределять пальчиком. Скажем, при контакте вот он начинает, скажем, подстраиваться. Я, если честно, хочу все-таки распределить кисточкой-спонжиком. Он не совсем так распределяется, там немножко другой оттенок получается. Потому что именно при трении нужно, чтобы, скажем, вот эти гранулы, скажем так, хлопнулись и пигмент вышел. Он не прям такой кроющий, но он больше перекрывает за счет светоотражения. Он легкий, но, если честно, я его чувствую на своем лице. Может, он более такой увлажняющий, плюс у него присутствует SPF. Очень много ухаживающих компонентов в составе. Вообще, этот Сиси-крем, мне кажется, он подходит практически всем. Наверное, единственное, очень жирной кожей он не подойдет. Я его даже давала своей маме, ну и в другом оттенке. Он ей тоже понравится, что я его еще рекомендую для антиэйдж, то есть для возрастной кожи. Вообще идеальный Сиси. А вот здесь, с учетом того, что, скажем, холодная погода, сейчас уже середина февраля, но сегодня вот похолодание. А что с камерой? То есть, ну не про минус, но меньше 10 градусов и очень сильно ветер. Нашка приспускаю вот так вот на шею, на подбородок. Да, он мне, скажем, сейчас немножко посветлее. Когда я его покупала, я прям была намного светлее, и я хотела именно лайт. Сейчас, я думаю, наверное, надо было брать медиум. Но ничего, я сейчас все бронзером выровняю. Просто их так наверх причесываю. Давно не делала окрашивание бровей. Сейчас думаю сделать окрашивание хной или все-таки краской. На себе я люблю все-таки бронзаном окрашивание. Не стиль и не... Я как-то отсыла все-таки бронзан. Сейчас, ну, если именно говорить про окраски. Вот классная вещь от Ядан. Это такой корейский бренд. Такой вот корректор. Просто нужна капелька, и он перекрывает абсолютно все. Он очень пигментированный. Плюс здесь в составе есть также FPF 30. У меня оттенок Light 21. Light Beige. Здесь в составе, насколько я знаю, есть компонент, который как раз работает на воспаление. То есть его нельзя на зону вокруг глаз. То есть именно на воспаление. Все то, что хочется перекрыть. Потому что у него есть, по-моему, масса чайного дерева. Не ошибаюсь, остались. Это я просто пальчиком немножечко так добавляю. Там, где у меня есть какие-то воспаления, пигментные пятна и тому подобное. Хочу бронзером. Такой вот бронзер от Chanel. Такой вот камера засвечивает. Такой вот бронзер Chanel. Кремовый. Беру все ту же самую кисть, которую распределяла тональный крем. Это такая синтетическая кисть. От бренда DECO брала в Казани в магазине Подружка. Классные, бюджетные такие кисти из всех кистей. То есть у меня много кистей для тонального крема, но это для меня самое удобное, самое любимое. Конечно, дизайн у него такой. В стиле Алиэкспресс. То есть не знаю, на камеру счастливая или нет, но что более такой теплый тенок появился. Лицца. Снова беру с пресла. Так, кажется, лишнее набрала, но ладно. Но он хорошо тушится, если я даже слишком наберу, я его прям могу растушевать в ноль. Добавляю на веки. У меня он никакие воспаления не вызывает. То есть на мне он не комедогенный. Вот, все, я бронзер убираю. А, я еще начальник сказала, что я на губы нанесла сразу такой вот бальзам от Pro Pao Pao. Просто, что пока я делала основной макияж, губы были увлажняли. Это Luxe Visage. Ну и четвертый оттенок. У этой палитки очень удобное зеркало. То есть вот здесь по всему периметру зеркало. И это все временно зеркало. Не наклейка, не муляж. Хорошее зеркало, которое не отхажает. Сейчас хочу еще румяна как бы добавить. Ну, в качестве румян я возьму помаду Stick. Сейчас я вам покажу. Такой вот Golden Rose. Нежный розовый оттенок. Десятый. Так, я сейчас вам покажу. Вот. И просто так. На щечки. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, еще чуть-чуть поярче. Вот, такие прям розенькие. Что-то на подобии Чайный розы, наверное. Беру все ту же самую кисть, на которой был тональный крем, бронзер. И ей круговыми движениями немножко наверх поднимаю наши румяна. Пудру под глаза я возьму вот такого вот кика. Кика. Я ее люблю под глаза. Какая-то так оставляю. И в качестве основной пудры по всему лицу я возьму вот такую вот от NYX рассыпчатую HD пудру. Это видео я хотела уже снять в конце января или прям в первых числах февраля. И думала зато обсудить просто на свои впечатления о фильме есть эта камера Мастер и Маргарит, который именно новый. Он, скажем, именно по мотивам романа Булгакова. То есть это не экранизация. Фильм мне понравился. То есть сразу мне кажется просто кто там что-то горе под фильмом он мне понравился. Там большинство случаев у людей были претензии, что очень далеко от сюжета. Но там, как говорится, это не экранизация, просто по мотивам. И фильм очень такой не знаю, если вам нравятся что-то голодные игры. И там есть как он называется? Город главный. Панем. Москва там выглядела как Панем. Ну вот в этом новом фильме. Ну конечно же особенно хочется отметить, скажем, понравилось это Воланд. Потому что на роль Воланда пригласили какая-то актера забыла. Немецкого актера Августа Диле. И он просто идеально, мне кажется, на эту роль подошел. Юлию Снигерь в качестве Маргариты мне понравилось. То есть очень красиво. То есть даже сцены Балла. Когда она всех встречала. Это очень красиво. Ее наряд мне понравился. Ну единственное, конечно, да, Свита Воланда как-то вот ну не знаю. Не скажу, что подключала, но скажем в сериале, в советском, не советском, нулевые. В общем, в сериале, который был в нулевые, там как-то Свита поинтереснее выглядит. Особенно Коровьев. Но здесь прям ну в общем мне понравился этот фильм. Мастер Маргариту я читала не один раз. Так что быстренько скажу. Сейчас в последнее время особенно мне понравилось подкрашивать брови. То есть я сначала укладываю их гелем, даю подсопнуть и далее беру тени вот у меня вот такие вот тени от Revolution для бровей коричневые. И просто слегка так прохожусь. Так, возвращаемся к фильму. Я несколько, ну, раза, наверное, два-три читала сам роман. И он мне нравится. Ну, конечно же, я не могла пропустить то, что новый фильм. Единственное, здесь в Азербайджане не было показа этого фильма. премьера была 25 января. Но, как говорится, благо есть онлайн кинотеатры и всевозможные сайты. Я уже, наверное, где-то 27 января посмотрела. И, если честно, если бы была бы здесь, был бы здесь в Азербайджане в Баку показ, я бы сходила, посмотрела. просто так малышку. Карандаш от Мебель Tattoo Liner коричневые оттенки и прохожусь по межресничке. Я беру вот такую вот кисть, которой я буду делать стрелочку и просто вот этот карандаш вытягиваю и делаю прям небольшой. издавать все возможные будут. И также, если возвращаться к мастеру Мэри Горида, если бы, скажем, у меня была со мной моя книга, я люблю читать именно бумажные варианты, я бы ее перечитала, но у меня с собой мало книг. Вообще, допустим, из Турции я с собой привезла только одну книгу цветы как они там Белджерона, Белджерона. Очень люблю электронные книги, но вот вот в эти выходные вот сегодня четверг, вот суббот и воскресенье, которые были я прям, я думаю, я буду монтировать влог из Баку, но вместо этого я сначала думала, просто почитаю одну книгу электронную и в итоге я ее дочитала и у меня возникло такое чувство, как когда дочитываешь книгу, такое небольшое чувство, ну не то, что пустоты, как будто закончилось, вот чего-то не хватает, и я начала читать другую, и в итоге получается за ту неделю я прочитала три книги, глаза жутко болели, читала около тысячи страниц, глаза вообще никакие, поняла, что не до монтажа, глазам нужно дать отдых, домонтировала видео, в итоге в другой день, вот сегодня, ну точнее вчера вечером я его выложила, но оно выложилось получается, сегодня ночью, вот, что если говорить про Баку, очень красивый город, я прям под впечатлением здесь, то какая архитектура она здесь просто, не знаю, здесь очень красиво, интересно, надо к погоде немножко привыкнуть, если, я просто не очень люблю ветер, я не люблю ветер и сыр, здесь как раз вот это все и есть, просто нужно немножко привыкнуть, и если, скажем, планируете сюда приезжать зимой, лучше брать, если даже смотрите, что вроде по температуре тепло, шею, она просто залезла сейчас к мне на колени, я не ожидала, ну что ты, нет, не надо, я вот ее убрала, она сейчас хочет перепрыгнуть снова, залезть, не надо, просто у меня вот этот халат, он как из шелка, и я понимаю, что она обычно сидит и вот так когтями, в общем, она оставит зацепки, я этого не хочу, возвращаясь, то есть нужно брать что-то, скажем, какие-то куртки, шапки, шарфы, перчатки, термобелье, все то, чтобы именно защитить, ну скажем, защититься от ветра, потому что ветер такой промозглый, чтобы не просто детство, вот так, уже, скажем, спустя некоторое время немножко уже привыкли, все равно нормально, но детство, скажем, бывают дни, когда очень сильный ветер, вот даже вот сегодня сильный ветер, и прям утром, наверное, даже проснулось, и я прям слышала этот ветер, он очень громкий, ну вот что-то вот как-то вот так, соберу кисточку такую пушистую, это у меня Манли Про, беру вот такой вот бронзер от Revolution, упаковка максимально разваливается, стучу, и просто буквы З добавляю. Этот бронзер сияющий, но при этом очень легкий, вот, 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 и на глаза немножко, на нос, я с собой конечно сюда привезла капли Clorans концентрат для, ну как, автозагар, но я пока еще их не использовала, сегодня вечером хочу свой уходовый крем добавить. такие вот румяна от Mary Kay, я снимала видео коллекции моих румян, она у меня уже есть на канале, такие вот, которые нежно-розовенькие, холодные, это кисть рублев, у них ручка просто неубиваемая, что и только с ними не делаешь, как только не можешь, как только не дизинферс ручка, и вот, не знаю, как это тоже часть называется, в идеальном состоянии все блестит, ничего не треткается, румяны я прям, как видно, наношу и на щечки, на нос, на боковой поверхности лупа, на подбородок, и это я все делаю для гармонии, чтобы все смотрелось гармонично, вот такой вот кисть Unjust, и возвращаясь к вот этой палетке теней, вот, и здесь, наверное, возьму, не вижу сама вот этот вот оттенок, так, на камеру выглядит чуть потемнее, он, правда, такой растушевочный, и просто я подчеркиваю складку века, люблю это порядка, так, складку я подчеркнула, сейчас беру снова вот эту кисть, возвращаясь к вот этой палетке и возьму вот здесь эти вот два оттенка, я их смешаю для стрелочки, стрелочка еще раз, то, что я карандашом сделала, я просто слегка продублирую сухой текстурой, текстурой, так, что это не логично снимать макияж на влоговую камеру, которая просто не влоговая если честно, мне все в таком коричневом цвете, из-за того, что у меня румяна более-более такие розовенькие, мне персиков хочется добавить немножко, ну, здесь в палетке есть такой вот розовенький, я его прям пальчиком сейчас нанесу, ну, чувствую, что вот здесь немножко напятнело, беру просто такую пушистую, но синтрическую кисть и просто так хоп-хоп убираю бальзам с облеткой так беру карандаш шум 48 такой вот он холодно-коричневый сейчас покажу вот он распределяю его по контуру он обычный зелия ого я сейчас заметила, как раз губа кровоточат у меня есть да, губы очень сильно страдают здесь от сухости даже мои супер маски для губ начали не работать рох-рох чечет видимо немножко она будет поменять макияж губ кровь кровь не сразу останавливается у меня есть проблема у меня кровь скажем где-то какая-то рано я вот здесь я имею полосы контру своим губ а вот снизу чуть-чуть выхожу за контур верхний я рисую полностью по своему контуру то есть пока губы кажутся какими-то такими что за мерцовенька и просто пальчик ярко карандаш подошел беру так куда я делаю вот этот вот эту помаду стик помада карандаш от golden rose который я добавляла в качестве кремовых румян и просто по центру немножечко я не распределяю полностью и пальцем из того что мне кровоточат я сейчас нанесу сверху блеск для увлажнения были такие розовенькие но за счет вот этого серо-коричневого контура губы будут чуть более объемные честно сейчас добавлю бальзам блеск добавлю вот такой блеск от люкс изозаж который пламп плампер с перчиком он прям жет если честно бальзам 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 вот весь макияж с небольшим акцентом на глазах что делать сейчас волосами я их распущу расчешу смотрю в каком состоянии они подсохли и возможно сейчас просто утешком сделаю небольшую укладку у меня есть такой маленький утяжочек просто знаете как бывает иногда собираешь волосы когда тебе никуда не надо поверх влажность волосы собираешь в гулюку и они потом так распускаешь и они просто так красиво ложатся мне сейчас вообще как будто я их уложила не знаю на какую-то плойку на дайсон еще что-то а бывает когда ты хочешь именно так сделать и вот распускаешь и получается вот что-то вот вот такое все надо сейчас все переделать уложить ну собственно макияж готов нам вот волосы уложить ну это я уже буду делать не на камеру потому что волосы сейчас они еще улажены но сейчас феном их досушу и все спасибо за просмотр